Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Четвертый том. Вопрос 1234. Что значит? Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. Возвратить сердца отцов детям. Обычно дети развращаются, а о них родители молятся. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. И предыдет пред Ним в духе и в силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. О чем молятся родители? И это они выражают в неоднократных повторениях о том, что они детьми были не такими, а более скромными, более послушными, более трудолюбивыми. И так от поколения к поколению. Книга пророка. Малахии, 4 глава, 5-6 стих. Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это пророчество пророка Малахии начало сбываться в полноте только при Христе. Обычно дети более слабы в вере, не имеют опыта, а старше им передают и учат. Поэтому пожелание пророка и заключается в этом, чтобы дети стали более религиозными, по примеру своих верующих родителей. Старики всегда более мудрые, но и более упрямые. Крепко держатся за обрядовую сторону, за привычки во всем. Вспомните рассказ Максима Горького «Два Бога», как его дедушка Коширин держался за каждую букву молитвы, как истовый старовер иудей. Сегодня сектанты делают основную ставку именно на молодежь, у которой нет четких ориентиров в вере. Но по этому же принципу действовал Христос. Сердца людей, затвердевшие в привычке, не раскрывались даже под солнцем его любви у старых, у членов Синодриона. А более молодые, как Иоанн Симеон Зилат, сразу же восприняли благую весть. Старики продолжали поносить Христа, бунтовали и всячески сквернили его подозрением, что он связан с нечистой силой. Тогда Господь берет в пример молодых, их сыновей, которые уже следуют за Христом и могли творить чудеса исцелений. Евангелие от Матфея, 12 глава, 27 стих. «И если я силу Вельзеволу изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силу изгоняют, посему они будут вам судьями». Пока ученики не встретились с Христом, стояла задача обратить их сердца к их отцам, к их более глубокой вере в грядущую Мессию. Но когда пришел Христос и сердца старших ожесточились, теперь на первый план вышла задача обратить сердца отцов к их уверовавшим детям. Пророчество Малахии полностью исполнилось при жизни Христа, но принцип его действует и поныне, в ту и другую сторону, в равной степени. Продолжение следует...